У них дрель электрическая или механическая? Лёфан. Конец. Продолжение следует. 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 мату и дну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Человек был свободен, он был волен выбирать место своего назначения, он не был скован никакими документами и бумажками, он был как птица. А сейчас, чтобы поехать друг в другую страну, нужна виза. Вот в моей жизни был период, когда я странствовал по Европе без визы. Точнее скажу, срок действия визы закончился, а вот мое желание наслаждаться европейской жизнью нет. Вот и гулял я по Парижам до Барселонам с Амстердамами, с дамами и без. Хорошо, весело. То тут турнир сыграешь, там у друга поживешь. Где-то лекцию прочитаешь или просто город красивый посмотришь. Там-то как, в Венеции, например, карнавал, в Камах кинофестиваль, все прекрасно. Да вот только пришла, пора возвращаться мне домой. Купил я, значит, самый дешевый, самый лучший билет, Ницца, Франклурт, Москва, компания Людганза. Смотрю, такие классные немецкие авиалинии по максимально низкой цене. Обрадовался я. Да вот только недолго я пребывал в радостном настроении. Стали мне говорить опытные нарушители госграниц, что немецкая погранслужба, мол, ух, поймают, в этом не сомневайся. Такой тебе штамп на пол паспорта нарисуют. Дорогу назад по неволе забудешь. Что делать? Плачусь, жалуюсь другу, который в одном шахматном клубе начальником был. Слушай, ты не переживай. Я здесь проблем вообще никаких не вижу. Знаешь что, я тебе такие бумаги нарисую. В Америку улетишь, отсюда в Европу возвратишься назад. Давай, иди, значит, и перед вылетом заходи ко мне. Человека-то этого я знал хорошо. Парень вёрткий. Не случайно директором заделся. Расслабился я так и спокойно на душе стало. Эх, вернусь скоро в любимые места. Вылет у меня в 6 утра. Захожу к другу ранним вечером. Дает он мне, значит, конверсия с какой-то бумажкой. Да вот только солидности, основательности за этим листочком совсем не чувствуется. Дошел до парка, подышал свежим воздухом и приготовился к внимательному чтению. К моему изумлению, в конверсии находился сложенный в четверо листок формата А4 с небольшим текстом. Смотрю, он трек меня взяла. Да на исповеди честнее не скажешь. Я, значит, такой-такой душе, директор чего-то там пишу вам письмо в защиту моего друга. Парень хороший и честный. Приехал в гости полгода назад. Хотел ехать домой через неделю до того, как мы с друзьями не отпустили. Уговорили остаться. Сейчас он, значит, уезжает домой. Не думайте о нем плохо. Это я во всем виноват. Каюсь, прошу прощения, готов нести ответ. Слушайте, не до смеха мне было? Читала я это, значит, во второй раз. В третий. Да восторг меня захватил от шедевральности подобного манускрипта. Я в полную эйфорию. С этим фиговым листочком скоро самолет. В довершении всему тексту на французском предназначался немецкому пограничнику. К счастью, напротив парка находился мой любимый винный магазинчик. Выпил я с горы литр Бургонского и стал думать-думать. А в эти дни как раз в канах шумел и брызгал шампанским очередной кинофестиваль. Люди из шоу-бизнеса заполонили собой все окрестные пляжи и рестораны. В цветных отчетчиках и модных одежках, сильно причесанные, они стали лицом среди земногорского пейзажа. Держались эти молодцы уверенно, даже в чем-то надменно, всем своим видом давая понять, кто здесь хозяев этой жизни. Никакая шенгенская виза им для этого не требовалась. Ее заменяла печать бульвара Санце. Вот всю эту неотразимость беззаботного всевластия я и захотела приобрести для пересечения границы. Пришла пора действовать. Я переодеваюсь в яркую гавайского стиля рубашку от Версачи. Недавно отдал за нее немыслимые деньги, но она того стоила. На набережной Куазет я учился курить кубинские сигары, неспешно выпуская дым и подражая завсегдатаем арт-тусовок. Купил я бутылочки коньячку и, облюбовав местечко среди молодых кустиков городского сквера, начал прямо с горла. Неплохо пошла. Посидел, как я, пролетела короткая ночь. О, шампунь. Запрежил нежный рассвет, коньячок кончился, пришлось время ехать. Эй, такси, такси, вот больница. И вот я в небольшом лайнере. Лететь часа полтора. Засыпаю мигом, просыпаюсь уже в Германии. Прямиком в дьюти-фри, добавить алкогольных градусов. Беру флакончик камью и снова погружаюсь в 40 градусную нирвану. Голова работает четко, все просчитано. Надо пойти на посадку на грани вылета, рискуя опоздать на водку. У Люфганза репутация высокая, проблемы ей создавать побоится любой пограничник. Вот на этих нюансах строилась заключительная часть моего плана. Встаю я, значит, на движущуюся ленту. Делаю три обдирающих утреннее горло глотка. Коньяк уже не лезет, но я настаиваю. Прячу, что осталось в карман, аккурат перед пограничной будкой. Побыстрее, мистер. Опаздывайте. Ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста, сэр. Очень спокойно так говорю. Голос мой не дрожит. Английский мой стал почти лондонский. Лицо каменное. Взгляд уставший от бесконечных праздников. Мистер, у вас виза просрочена полгода назад. Вы знаете? Да, конечно, сэр. У меня есть бумаги, отвечаю вальяжно. И достаю из внутреннего кармашка свое драгоценное письмо. Смотрит мой немец на французский текст. Я безразлично гляжу на немца. Пауза долгая, бесконечная. Почти что театральная. Вижу, не знает парень, что со мной делать. Я, подчеркну, безмятежно лениво стою в ожидании. Идите направо. И поспешите немного. Сказал наконец офицер, возвращая документы. Обязательно, сэр, обязательно. Говорю я. И постарайтесь больше не нарушать визовый режим. Европа. Вот оно как. Добежав до своего места, я принялся изучать страницы паспорта разыскивая запретительный штамп франкфургского аэропорта. Но его не было. Волна удачи накрывала меня с головой. Остатки алкоголя отправили меня в здоровый, по-детски счастливый сон. Прилетев в Москву, я прямо из аэропорта направился во французское посольство. Упускать пойманный фарт было бы непростительно. Долго часа спустя мой паспорт украшала годовая шенгенская виза. Спасибо. В городе Энн не хватает людей. Кочегаров, дворников и сторожей. Зато все хотят хлеба и должностей. А те из них, кто хотел или мог, ушли в Ашан, в детсад или морг, Отхватив по дороге люлей. Звучит музыка. Ком де зори флам, ле лонг дебер жеморн. Дан ле порт, Амстердам, я де марен ки мёртв. Плен де пьєре де драм, о премьєре лёр. Майдан ле порт, Амстердам, я де марен ки нес. Дан ле шалюр ФС, де лонг дебер жеморн. Дан ле порт, Амстердам, я де марен ки манш, Сюрдена петро бланш, де поясон Рыслан. Эль львомонтер дедан, А про ке ля фортуне, А ле кроссе ле лун, а буфе де обан. Звучит музыка. Дан ле порт, Амстердам, я де марен ки данс, А за прудан ле пас, Тюрле пас, де пан, Эль тун, мей данс. Гонде ссорий крошер, Дан ле сон де шерет, Дан аккордеон раз. Эль цитор, де ле ку, Бурфьюз антандер рир, Юз гаски у аддаку, Ля кордеон экспир. А лор, ле шест граф, А лор, лекард фьер, И ле рамен ле рпадам, Юз конплен алювьер. Дан ле порт, Амстердам, я де марен ки ман, И ле поап, эль ле поап, Эль ку, Анкор, Эль куап, а до санте, Дэп пюнат, Амстердам, Дван бург, Уда йорк, Антон, ле ку, Аттан, И ле рдон ле ржу ликор, И ле рдон ле рвердю, Бурфьюн пьес, анор, Эккан изон пьен пью, Соб ланклен и оси, Соб мушдан и сеттуаль, Эль пизгом шеплер, Сюрлеван за седей, Дан ле порт, Амстердам, Дан ле порт, Амстердам. Моё интернет-знакомство развивалось стремительно. Даша, 33 года, живёт в Австралии более 10 лет, родом из Сибири, ну, замужем, имелись до 4 лет, и она приглашает меня в роскошный люкс пятизвёздочного отеля. Я звоню! Трубку взял её муж, Лёша. Приходи, мы тебя ждём. Что... взять? Мы уже взяли вина, тоже муж. Они приезжают и неurdятся. Симener, рассаживаю,